Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы проводим запись, бесед, вопросов и ответов. У нас называется серия «Во свете Библии. Открытым оком». Вопросы, которые поступают нам сегодня по интернету. Сейчас решили пройтись по книгам, в которых я отвечаю на 4124 вопроса за прошлые годы. Этим занялся брат Игорь, чтобы я эти ответы расширил. Пожалуйста. Ну вот вопрос с первого тома «Открытым оком» 34. Вопрос звучит так. Кого считать своим духовным отцом? Батюшка здесь бывает редко и меня лично, духовно, ничему не научил пока. Ну это уже прям конкретно о нашей обстановке и прочее. Я стою за кафтером в университете, а мне идут записки. У нас так принято. Тем более этому содействую, то, что я слабо, можно сказать, слышащий. Мне надо, чтобы написано было. Вот мой какой ответ. Потом я его расширю. В истинном подлинном смысле отцом является тот, от кого человек уверовал, через чью проповедь обратился. 1 Коринфянам 4 глава 15 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов, я родил вас во Христе Иисусе, благое стало не ем». И говорит, что не отец. Как раз здесь исследует, Павел был отцом. Я родил. Ну раз родил. Авраам родил Исаака. А кто он для Исаака? Отец. Сектанты, они вот здесь даже и то, у пятидесятников были. Я говорю, ну это тебе отец, ты же величаешься. Нет, не отец. А как папонька? Ну что это изменится-то? Хоть как-то назовем. Ну он отец или нет? Ты величаешься. И его имя. Ну тут глупость просто. Буквоедство. Вот. Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе, благовествованием. Хотя я беседовал когда с Александром Менем, священник такой был. И он говорит, у нас тут посмотришь, у православных, как будто бы кто-то ставил задачу. Вот. Прочитать Евангелие и сделать все наоборот. Ну сказали, не сдавайтесь отцами, ничего бы не поняли. Все. Отец Диакон. В глаза его не видели. Отец Диакон. Диакон отец. Отец. Все отцы. А никто никого не рождает. Рождает только тот, Павел говорит, благовествованием. Охота быть отцом. Ну пожалуйста. Я в Новосибирске знал, одна была. Но того охота ей была матушке. А мужик какой-то у ней, ну вот так как она подает там на столы и все. Он умел ловко выбирать, что нужно к священникам отдать там. Ну, панихидные столы. Он последние слова, он точно знал, когда надо первым выйти, пока обратно не разобрали, кто освещал. То он бы это подгребал в корзину, у него уже не отнимешь. И заносил. Ну самое ценное. А что такое там тыкву оставит, а яблочки возьмет. И она хотела быть матушкой. И она так умоляла архиерея. Архиерея говорит, ну куда его поставлю, то он, ну ничего не знает. Да, владыка, пусть он не служит. Лишь бы, ну охота мне. Она поет в хору и хорошая. Он ради ее ее поставил. И теперь матушка Марина, матушка Марина на каждом шагу. А она на десятом небе, а может на седьмом. А может чуть пониже до земли. Но главное, она теперь матушка. Среди других она матушка. И все знают, и посмеиваются. Но он какой был, такой и есть. По-прежнему его одели, все. И у него всегда стоит корзинка. Он ни возгласы дать не может. Он забывает все. Но с корзинкой, он управляется прям. Одну-две корзинки полные наберет, там разделит, чтобы батюшек накормить. Но это ничего в этом нет. Это для этого и принесли. Ну тут тоже специалист должен быть. Я всегда удивлялся, с какой скоростью и точно вовремя выйти. Так что отцы-то от сына. От чего родили? Дальше Павел говорит. Трелебону, первая глава, 10 стих. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, который родил я в вузах моих. Ну если он сыном называет, то для Анисима кто он был-то? С сыном соглашается. Ну Павел не отец. Ну позвольте. Если со мной стоит рядом человек, и разговаривает, и говорит, вот это сын мой. То для меня кто он? Вот это вот сектантское узколобие, узкомышление. Вот это букварец. Ну написано, не называйтесь отцом. Ну не называйся отцом. Ну называй тятей, назови папой. Или как-нибудь. Павел говорит, сын мой, которого я родил. Теперь что? Сказать не рожал? Ну если родил, и так Иаков, и Иаков, и дальше перечисляются Иуду. То вообще говорить не о чем. Просто отшибленные мозги. Больше никак. Смешно смотреть сегодня на безусых отцов, влажно щеголяющих по храму с широкими рукавами ряс. Он и сам-то нерожденный, и возрастом младенец, поставленный с грубейшим нарушением канонов. Теперь каноны дальше. Шестое Сиренский собор. Четырнадцатое правило. Правило святых и богоносных отец наших. Да соблюдается и всем, дабы во пресвитера прежде тридцати лет не рукополагатель. Если бы человек и весьма достоин был, но отлагатель до уреченных лет. Ибо Господь Иисус Христос в тридесятое лето крестился и начал учить. То есть тридцать лет. Другие правила без объяснения. А здесь прямо. Ты выше Христа лезешь. Христос раньше тридцатилетний вышел. Закон еврейский был. Учитель не забыл, а раньше тридцати лет будет. Хоть ты семи пядей во лбу будь. Подобный диакон прежде двадцати пяти лет и диаконисса прежде сорока лет. Да не поставляется. Пятнадцатое правило. И подиакон да поставляются не прежде двадцати лет возраста. Если же кто, в какую бы то ни было, священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Извержен, то есть снят. Извержен, то есть он на подножке его толкнули, он упал и все. Извержен. Извергну тебя из уст моих. То есть выплюнуть его оттуда надо. Ведь сегодня, если начать так плевать, то от патриарха до самого последнего почти никого не найдешь канонически поставленными. Вот печатают когда. Ну не о московской патриархии говорим. Тысячу лет назад в Японии было. Туда давайте смотреть. Ну оттуда возьмем себе правила. Ну архиерей не знает. Знает. Ну ты где? В Греции, в Финляндии служишь. Вот архиерей сидит. Но это шестой вселенский собор. Шестьсот тридцать епископов. Шестьсот тридцать. Тебя это не по мозгам. Как говорится, не по барабану. Шестьсот тридцать. Они не телевизор смотрели, не смотрели, не имели. За что ты задержал. Шестьсот тридцать ты в глаза их не видел. В России-то их двести-то еще знаю есть или нет. Шестьсот тридцать-то православных во всем мире нет. И они это правило написали. Фальш, обман. Ну не надо спрашивать сектантов. Если кто знал и нарушал, что бит будет, сколько? Много. Много. Биты-то православные будут, не сектанты. Вот и все. Вот это правило сейчас выполнить и сказать, иначе ты не православный. А вот этих извергнуть или хотя бы заблокировать их, пока тридцать лет не исполнится. Такой вой будет стоять. Он наплодил детей. Ему кормить надо. Его в командировку. Он за границей. Все кверх ногами. Я как-то разбирал этот вопрос, а сейчас жить не по лжи. И никто бы не стали ни врачи лгать с диагнозами, ни в милиции. Это катастрофа. Ни один никакой лжи. Во лжи бывшие покаятся. Депутаты вышли, половину уголовники сидят. Да президенты все, да патриарха. Да это что? То есть кончина света наступила бы. Парализовано все. Мужья перед женами, дети перед родителями каются. И ничего нету. Жизни-то нет. Так утоплива лжи. Но когда без лжи живешь, такая тихая, спокойная жизнь. Мне это многократно, сколько раз уже было, предлагают бесплатно съездить в Иерусалим в святую землю. Зачем? Я говорю, ну ладно, вокзалы, аэродромы позади. Я там. Пришел. И что? Там, где сумочки из рук выхватывают, бегают арабские, играют там мальчики, жулики. Это мне надо? Так и здесь. Но правила взято здесь. Мне надо быть, называться православным, быть против. А у вас, как у нас был, иеромонах пришел, ему 25 лет, допустим. 5 лет он сидел. Не благословлять ничего. Местный архиепископ запретил священника другого. Запретил сидеть спокойно. Какой бы ни был он, он еще архиерей, и он не запрещенный, но он тебя запретил. Ну, подчинись этому правилу. При рукоположении человека, как бы делается отцом данной церкви, общины. В ЗАГСе сегодня не будут регистрировать 10-летних детей. Существует возрастной ценз в каждом государстве. Согласно дореволюционному российскому закону, если священника обвенчают на несколько лет раньше уреченных, лет жениха и девесту, то закон гласил запретить его в служении на столько же лет. Вот, допустим, обвенчать можно было в 16 лет, а он в 12-летие, на 4 года раньше. По-мусульмански. Значит, 4 года он уже не священник. Это второзаконие 19-19 правило сыграло. И если при венчании помогал дьякон, то он запрещается на половину этого срока. Он поменьше получает денег, ему поменьше и срок. Вообще умные законы. По смыслу этого уложения, все архиереи в России за рубежом и у старообрядцев должны быть запрещены в служении на определенное количество лет. Насколько раньше, рукоположили. Матфея 23-й главе этой стихи. Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. А как же отцы Павел, вы сами говорите, мне говорят. Это означает родоначальник какого-то учения. Вот для нас отец Порфирий Иванов, они там начинают говорить, так и называют его отцом. У нас нет родоначальника, у нас Христос, Бог. Аминь. Аминь. Окормляющий священник, исповедующий, причащающий, в православии тоже называется отцом. Но это только по чину, по званию. Как наши прокуроры, судьи, владели юстиции, имеющие генеральские звания. Но не нюхавшие пороха и не имеющие армии. То есть это генералы второго сорта по окладу. Звездочкам и лампасам. То есть он называется генерал. А у него, ну подчинение там, ну сколько-то, судей, допустим. У него никого нету. Генерал-лейтенант был здесь, Семенюк. Гуин. Над заключенными. Ну какая же это армия заключенных, которых ты боишься? Ну только над сотрудниками. А сотрудников там, ну, у него даже тысячи их не было, этих сотрудников-то. Так и здесь. Если, вот слово окормляющий, если ты священник, отцом называют, ну покажи рожденного тобою. Вот окормляющий священник. Слово окормляющий, я взял его как есть. Это одно из самых негодных слов православия. Слово окормлять, в словаре Ожикова, посмотрите, означает отравлять. Отраву дать ему. Или окормить, то есть чтобы раздуло его. Но перекормить. Ведь откуда взяли это слово? Не знаю даже. Ну чего непонятно-то. Если сказали, причащающий, исповедующий там какой-то. Ну окормляющий. Да чего без тебя я ложку не знаю, как держать-то. Если к еде это взять-то. Знаю. А что же делать? Вернуть все к истокам. Снять все эти звания или же делать соговорку. Ты только по чину. Ты никакой не отец, никого не родил. Вот и все. У меня очень, вот лично я вот сижу, я мирянин, то есть чтец. У меня никакого звания. Но отцом, где бы только ни был, все отцом называют. Только в камеру вхожу. Все отец Игнатий, отец Игнатий. Я не священник. Ладно, батюшка. Папа и врагушки видать. Вот что на него надень. Вот здесь, в интернете. И не как-то даже мусульманка-то знакомит. Если отец Игнатий. Вот так им положено это. В духовном плане, да, действительно, я могу с апостолом Павлом в одну строчку подписаться. Что он, я его родил в вузах. Он в вузах родил. У меня сколько человек в вузах пришли, покаялись, когда в тюрьме был. Для них они так и называют. Но вы же меня родили. Тут я против ничего не могу сказать. Но слово отец, я просто не хотел, чтобы произносили прелюбья. Ты просто себя считай таким, если тебе надо. У меня было на занятиях один записку прислал. Ну вот я вот считаюсь, вы мне духовный отец и прочее. Я тогда отвечаю, послушайте, я не мог выродить во сне вас. Вы хоть покажите лицо свое. Как вы родились от меня? Я даже знать не знаю. Это уже моим именем выходит. Вылечаетесь, если я для вас отец. Но он это слышал и уверовал во время занятий в университете. И теперь отец. Ну я знаю, что кто родился, для них отец. Но как-то это для меня настолько странно. А кто? Я печник и сторож. Я никто. И поэтому слово отец, для меня оно, знаете, такое, как будто бы кольнет чем-то. Но не так это. Вот и все. По этому вопросу больше ничего не могу сказать. Избирает когда отцов где-то. Златоуст про это и говорит. И сначала привелись, кто он такой. У нас в книге к истинному православию, там есть материал отцы и дети. Там все подробно сказано. Отцы и дети. С этим надо быть очень-очень аккуратным. Советника себе ищи. Духовного руководителя. Но такого, чтобы он тебя довел до царствия Божия. Почему святые говорили. Найди себе наставника такого, строже, которого во всей вселенной нет. А не так, чтобы он тебя, а ты его хвалили. Говорят, славу друг от друга принимаете, а славу от единого Бога не ищете. У меня лично вот в жизни такого наставника, как духовника, не было никогда. Ну, там, года полтора у отца Дмитрия Дудко я был, но это так фиктивно все было. Я в Варнауле, он там был. Ну, в духовном плане только. Я занимался практически все время самостоятельно. А уже на исповеди, когда там все открывал, были очень близкие духовные братья. Но постоянного руководства вот так вот. И рядом не было, и дальше я бы, может быть, и не верился. Потому что все против канонов говорят, против Писания. Тем более в православии любить Слово Божие, вот ходить, как носиться с Библией, и Библию называть святой книгой, это не принято. И поэтому наставник у меня мог бы быть. Но только тогда, который знал бы настоящий путь, и везде рассуждал бы не под православных отогнул, а как это было во Вселенской Церкви. Не сегодняшнее православие, а первое апостольское время. Ну, просто хорошие люди были, советы какие-то давали, а руководства у меня никогда не было. И я считаю, это моя заслуга, а не ущерб. Мою душу никто не корежил. Я рос духовно на молитве, на Слове Божьем и постоянном труде. Правда, у меня было, когда я женился, то там собрались старцы, и один из них сказал, вот вы сейчас идете, проповедуете, все, но как только вот женитесь сейчас, вот все. Самое большое, что у вас может быть, это вы удержаться на том рубеже, где находитесь, засохнуть там. Но во мне они все ошиблись. У меня женитьба, наоборот, подвигла меня к еще большему свидетельствованию. Жена везде все конспектировала, везде ездила, и позади 50 лет, как один день. И что после того, как я там был в пропоте сейчас, ну, ясное дело, что на месте мы не стояли. Вот это издание книг. В прошлом году посетили 240 городов и районных центров, я ездил в машине. И столько же было там выступлений, а даже больше и дорогой свидетельствовала, и с людьми случайно встречи. Но это 50 лет я непрерывно свидетельствовал. Так что в данном случае женитьба меня не заблокировала. Но я должен признать, что это очень редкий случай. Как правило, начинают дети, или жена его, давай ты мне уступи в этом, я тебе в этом. Ну и определитель имеет такое, жена с тобой на молитву становится утром, так я возвращаюсь поздно. Я не про это спрашивал. Если бы я спросил, во сколько ты возвращаешься? Мой вопрос. Утром вы встаете в одно время? Ну когда как? Ну от обычной говорят. Значит нету. Ну почему вы не можете, вот налево, направо, какое-то вихляется такое на шарнирах? Ну меня спрашивай теперь ты. А что в одно время? Всегда в одно. Всегда в одно. В 4.40. В путешествии, когда ехали, в 4 часа. В 4. В 10 ложимся, а в 4 уже мы в дороге. Нет. Мы в 2 в дороге. В 2 часа ночи мы встаем. В 2 часа мы уже в пути. А в дороге там попеременно где-то ложатся люди. Но мне не приходилось ложиться. Я все время сидел. Даже не ложился. Ну каждому свое что-то это дано. И утром она должна быть на молитве. Жена, дети, все на молитве должны быть. Так это рано. Я сказал все. Иначе домашней церкви нет. Вот теперь мы утреннее правило исполнили, помолились. Теперь кому надо, досыпайте. И все это понимают. Прерывистый сон, он более полезен для человека. Если домашняя церковь у тебя есть, она проверяется по молитве. Независимо ни от чего. Вот я прочитал у Давыда Псалом 118, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя, тебя, за суды правды твоей. Что Бог справедливо судит. Бог справедливо дал мне болячки, болезни, гонения. Меня подожгли, сгорело, пожар. Я прославляю Бога непрерывно за суды Его. И у меня задача не менее семи раз днем. То есть встать, не считая утренней и вечерней молитвы. Быть на молитве. Ну свой намаз, как у мусульман есть. Обязательно пять раз. Ну по-мусульмански у меня десять раз получается. То есть я свободен в этом. Я все равно выберу время. Пошел к голубям, поехали в дороге. Мы останавливаем машину, палатку раскинули. И сразу становимся на молитву, кланяемся, поднимаем руки. Бывает где-то мусульмане, где-то там мусульмане. Мусульмане защитят нас. А не то, что голову резать. Я свидетельствую перед всеми. Мусульмане не режут молящихся. Меня дорогой спрашивали, когда ехал. А вот говорили, у мусульмана такой закон, есть всех православных уничтожать. Нет такого закона. Мы люди Писания. Если об язычниках речь идет. То есть я уже к этому поворачиваю. Почему? Мы одному отцу молимся. Хотя Аллах это не наш Бог и Егор. Но в данном случае они понимают именно так. Мы заблудились. Не знаем куда. Вдруг человек едет. И мы затормозили его показать. Я еду туда, ну езжайте за мной. И он с нами поехал. Я не знаю километров, наверное, ну пять ехал он. Впереди нас. Потом остановился, подошел. Меня Абмахмед зовут. Вот я вот. Сначала у меня отец, как вы. Мы Богу одному молимся. Веселый, радостный, такой красивый. И разворачивается и назад. Поблагодарили его. Вот и все. Так он мусульманин. Для меня Бог его сделал другим на этот момент. Я не знаю. Может сегодня он пойдет взрывать кого-то, резать. Но когда я среди них бываю, они все другие делаются. А когда меня они, можно сказать, на вытяжку стоят. Меня в тюрьму привезли в Казахстан. Одни мусульмане. Больше нет никаких. Бороду. Местный начальник тюрьмы меня с бородой отпустил. А там нужно... Я плащу сижу. Они принесли простень, расстелили. Пришел политоотдел. Начальник Кудьяров, кажется. Или Кудеримов его фамилия. А стрижет стирюльник. Стрыжом. Браим. Какой-то там Махмуд. Мухаммад. Чеченец. И то маленько тронул. Ой. Я боюсь. А меня Аллах накажет за вас. Я говорю, стриги уже. Все уж. Ты не виновен. Тебя нет. Не накажет меня Аллах. Понимаете? Он заботится о себе. Чтоб за меня его Бог не покарал. Аллах. А то мусульмане. Я не мусульманин. Не наклеивать меня на этот верлый. Но в моей жизни плохих мусульман не встречалось. Просто не встречалось. Помню, как-то мы шли. Я приехал к своим. Отец нас жил в Киргизии. Ну и вышли с братом. А там у них какая-то драка. Русские и киргизы дерутся-то. Ну и они бегут в наше направление. Нас догоняют и обгоняют. Ну один подбегают. У меня брат идет, Иосиф. Он как шалканул ему и в канаву его. Другой забегает ко мне. А этот вернулся, кричит. Аксакал! И побежал дальше. И они вокруг меня. И все дальше побежали. Аксакал. Да нас с Аксакал сопротивляться не может. Долбанули бы. Они ко мне не трогали. Брату-то попала шалкушка. Они же не могли определить. Он может около меня остановился. А вдруг остановился. Они ему сделали это потому, что в течение он попал, говорится, в это дело-то. Ну они ножом пырнули. Опять же нос не отрезали, как Кирилл говорит. Глаза не выкололи старобрядцы нам. Они хорошие старобрядцы. А наши-то их жгли, били. Давайте простим их. Мы перед всеми виновны. Сколько воевали, сколько душили эти. В Мулову. Мне вот часто в жизни бывает. Ну везде бывает. Вот евреи такой. Дух везде евреи. Мне не надо данных. Я знаю, что евреи сделали с моей родины. Какая евролюция была еврейская. Но! В моей жизни ни одного плохого еврея не было. Даже вот эта была, которая. Она ко мне по-хорошему относилась. Которая давала задавить, наверное. Фаня была. Распространяла, что. А в конце она написала. Конечно, вы так вот делайте. Вам столько дано. Вы любого жида за пояс заткнете. Фаила Соломоновна. Любого жида за пояс заткнете. Это ее слова. Они в книге помещены. Ну, вот такое дело. Я не знаю. Мне нравится эта фраза у Соломона. Он говорит. Если пути человеку угодны Богу, он и врагов его примиряет с ним. Я не напрашиваюсь ни в отцы, ни в наставники. Но они сами приходят и спрашивают. А можно я вас буду считать духовным отцом? А можно вот то другое-то? Ну, это ваше дело. Вы здесь родились духовно. Ну, я хочу, чтобы вы особо за меня молились. А, вон еще. Вот сейчас по интернету меня спрашивают. Не могли бы утренние вечерние молитвы заснять? Люди не знают, как молиться. Вот слышат, как вы молитесь. Я подумал, опасное занятие. Можно. Тем более, посмотрите, как мы в храме молимся. Но это не утренние вечерние молитвы. И как мы выходим после занятий. Вот это одна часть нашего богослужения. Ну, не богослужения, а молитв в утреннем вечернем. Даже я, где показал, как руки поднимаются, и то, ой, неправославные, я знал, что вы сектанты. Руки поднимают. В другом месте я на русском языке молюсь. Псалтыр читает. Да вы иритики! Кто же на русском читает? И поэтому молиться надо закрыть за собой дверь. Она у меня заперта где-то. А вот вас тут же снимал, я показал, как правильно крестное знамение делал. И за это осуждает. Я показал, как на коленях стоять, как крестообразно, по житиям святых. Как бросились, прямо растерзали. Да лучше порядок в комнату навели, такой бардак. У меня бардака нет. У меня каждая бумажка на месте. И я живу не для показа. У меня все как надо. Вот вы, кто слушает, видите, что у вас потолок и все. А у меня голубятня там. Породистые голуби. Я сейчас снова полезу, поваркую там с ними. У меня кошки охраняют меня от мышей. Я живу свободной жизнью. Делаю то, что мне нравится. Мне нравится отвечать людям на вопросы. Я учился слишком много. Слишком много. Притом самостоятельно. Настолько быстрее, когда там они учатся, что я могу сказать, может быть, раз в пять или в десять. Пока они это узнают. Но Бог дал это мне. Я хвалюсь моим Господом. Я Ему подчинился. Мне радостно говорят, а вы хвалите себя. Павел говорил, я больше вас всех потрудился. Почему вы к нему не пристаете, а ко мне? Вы говорите, да никто этого не делает сейчас. Да попадут там, поползет там, из него по стенке размажут. Я был в пяти тюрьмах, меня не размазали. Ну а там же бывают вот такие звери, как показывает зона. Да, бывает. Но они ко мне были расположены, ко мне. И помогали. Вот один открыл кормушку. Кто здесь у вас, батюшка? Нет, батюшки здесь. Ну ты же молился, да? Ну подойди сюда к кормушке. Рассказывай мне. Ну я ему стал говорить. А он говорит в ответ. И буль-буль мат за матом. Я говорю, знаешь, у тебя разговор такой, как будто бы ты в парашу, куда оправляются заключенные. Опустил несколько крошек и пытаешься их поймать. Я смысла не могу понять. Он мат-перемат. О, не надо. Ну я сейчас иду домой. И он идет домой. И здесь в тюремном киоске купил сыр. Сыр, примерно вот такой покажу. Кусок вытаскивает, в кормушку хлопнул. Это тебе, отец, за то, что ты мне все рассказал о Боге. У людей все отнимают. Показывают, там медом ударили банку. А они мне приходят, зная, что нет. Вот пост. Ну пост, я не ем рыбу. И в день, когда розгонили, благовещение было. Вот у нас будет седьмого там. И вдруг раньше времени приходят, приносят большое блюдо, наполнено рыбой неразваренной. А приводит-то их там дубачка, то есть охранница. Это мы там специально уже договорились. Я заказал, чтобы вам отдельно рыбу сварили. Отдельно. Я в заключении в тюрьме сижу. Я уголовник выходит, преступник. Ну я коломя эти. И какой бы ни был каждый день на раздаче, положено сколько, он еще отрежет. Это вам, отец, молитесь за нас. Дает там на четыре части, а мне целую буханку сунет. Ну я в камере отдам там, я не касался ее. Упрекнуть в этом нельзя, я бы ел. Я знаю, за счет чего-то, как-то где-то. Но главное, у Бога так много добрых людей. Я тут описал, она водила меня, я как бы не об этом говорю, и она меня тоже отцом признала. Ее звали Эльза Кох. Возила она на промежутке к следователю. Маленькая. Такая въедливая, а сама ладная такая. Ее боялись даже, заключенные-то. Я однажды шел с ней, ну разговорились, и она говорит, а у вас нет праздники, вот когда праздники будут. А перед тем, как арестована быть, я эту пасхалью заучил на 20 лет вперед. В какие дни праздники. Потому что все отнимает, я наизусть знал, когда будет благовещение, троица, ну Бог дал мне памятник. И я ей говорю, я сейчас как только дойду, я напишу, опять подойдите. В следующий раз уже я понял, мы знакомы. Я говорю, вот следователь, что приносит мне, можно взять? А что он приносит? Я говорю, чесноку принес и луку, ну не пропускать. Какой разговор, берите. А в следующий раз он принес мне лекарства. Лекарства это орехи грецкие, там с чем-то инжиром и на меду. Мне для сердца необходимо никаких. Она меня проводит, проносит и сохраняет. И выйдя на свободу, я ее найду. Я отблагодарю. Она оказалась такая сердечная женщина, это Эльзакох. Она вовсе не Эльзакох. Она видит такие люди, она к ними обращается. Когда был я в психиатрии, я то утром просыпаюсь, а там как-то палата открыта, там не камеры где-то. И ночью, которые приходили, сестры, под подушку мне галеты разные, шоколадки что-то подкладывают. А тот сверху увидел один солнца в бане и спрашивает, а мне почему не дают? А что я тебя имею? Только матерки одни. А вот мне мама говорила, кто сорок поклонов в землю кланяется, это от Бога. А я и не знал. Я каждое утро по сорок. Она стояла, оказывается, и считала. Вот что Бог делает. И тоже. И влащи все, со всех сторон подходит отец Игнатий. Отец Игнатий обмахнул рукой. Бесполезное дело. Я говорю, вон батюшка сидит. Да какой он батюшка? Он за малолетних совращал сидит там. Да он же какой-то там, сейчас забыл я его, Петерим или кто. Да какой он Мишка? Какой он там Петерим? Там все по-другому меряют. И они это все узнают. Так что духовного отца избрать хорошее дело, но чтобы он был не волком. Приглядывайся, смотри. Ну и Господь выведет и покажет. От кого причащаешься, это, конечно, отец духовный. А остальное только так. Ну, положено, я его назову, товарищ. Но он не товарищ, товарищ генерал. Он не не товарищ. Слово товарищ означает дружеские отношения. А я его первый раз вижу. Ну так принято. В суде, ваша честь. Я знаю, этот судья взяточник, бесчестный. Но я обязан обращаться, ваша честь. Но, чтобы не ошибиться, я ни разу ни к одному суде так не обратился. А вставал и говорил, без предсказульки. И те, которые, ваша честь, ваша честь, они проигрывали. А судья почему-то на моей стороне. Я говорю, почему она на меня? А вы знаете, кто это? Вот это, она председательствует. Я говорю, а кто она такая? Да какая-то жена прокурора края. А прокурор края мой дружок, генерал-лейтенант. Да неужели она знает? Ну, дружок, могу сказать. В подлинном смысле-то. И совершенно не выигрышное дело, а я выиграл его. Там такая была мощная сила против меня. Когда детский лагерь готовили закрыть, разрушали, клеветали. Все вырешилось как надо. От Бога это. От Бога? А Бог где? И поэтому Бог покажет, кто у тебя должен быть. Но самое главное, ты не будь бесплодным, чтобы у тебя были духовные дети. Я родил их благовествованием в вузах. Это буквально у меня было. Вот и все. Вот еще. Так, дальше надо прочитать еще. Еще давай. Дальше сюда. Дальше. А это мы прочитали, наверное? Да, это прочитали, это прочитали. Да, прочитали. Вопрос еще такой. А во временном, временный промежуток, как вы думаете, какой должен быть? Ну, то есть не так вот, как вот сейчас мы видим старцев. Там вот, это, Николай там, старец там, или Иоанн Кристианкин. К ним приходят люди вообще непонятно откуда, в очередь выстояли, какой-то вопрос задали. И даже бывает не духовный, просто о жизни их. И они вроде как пророчески что-то там отвечают, что-то непророчески, где-то какие-то советы. И человек ушел, и он уже себя считает, что это мой духовный наставник, духовный отец-старец. В какой-то временный промежуток должен быть вот отец, становление отца и сына, ну там, чада этого духовника? Ну, он вышла книга, там, святые, там, не святые, у Тихона Шевкунова. Его считает духовник Путина, Владимир Владимирович. Ну, не знаю, так принятое уже. Я почитал у него, точно так же. Он выезжает, а он ему Георгий там что-то сказал, слова, и он понял, что он будет священником. Для меня это не существует. Мне говорят, вот, там, у алтаря молился священник, и он мне пишет, я видел вас перед Богом, там, дерево какое-то, с плодами с какими-то. Я говорю, ты за собой смотри, сухари готов, тебя скоро арестуют. Ну, из былого стопорочества не мое, а его, мое, а не его. Вот и все. Конкретно. И сколько раз с Украины сообщают. Я говорю, вы о себе молитесь, что вы все меня-то видите-то? А вот видели, там, вот, Бог сказал, там, где-то, зачем вам этим заниматься? Что вы знаете? Вы видите только внешне, а Бог судит внутреннее. Это у Паисия Великого есть такое, умирает какой-то старец, духовник, наставник, весь город буквально рыдает. Ну, и он заходит в этот город, говорит, что у вас тут такая, тут паника? Да как же, хоронят сегодня такого старца. Такой человек за столетия один рождается на земле. А что он, ой, это такой духовный, такой кроткий, такой смиренный. К нему приезжали с вопросами, отвечали. И он решил прийти. Подошел, только подходит и видит. Он в гробу лежит, а рядом стоит дьявол. И вот этот, ну, как острога, в него бьет, душу из него вынимает. Дьявол. Это показано только одному. Вот и все. Суждения человеческие шатки и обольщающие. А о ком бы не думали, говорит, тот оказался в Старстве Небесном. Это «Премудрость Соломона», книга 2 по 5 главу. Ну, вот и приходят к Иоанну Христианку. Я был у его дверей стоял. Я встречался с Андреаном, говорил с ним. И он говорил, о, если через кого сегодня бы 12 сектантов пришло в православие, уже можно назвать апостолом 20 века. Ну, 21. А я о 20 уже и забыл. У меня одновременно 32 человека пришло. Сразу показываю, когда было. Ну, я поговорил. Может, он от меня что-то взял. А вообще-то они не привыкли к этому, чтобы что-то от кого-то брать. Ну, вот поговорил. Там Павлов был такой еще. И для меня это никак. Авторитета просто нет. Я беседу с Татанем Дмитриевым. С первой же минуты я вижу, какая между нами разница. Беседу с Александром Менем. Вот у меня все это записано. У нас настоящий разговор идет мужской. И с портом где-то. И когда я здесь уже после смерти его отдал эти пленки, их прокручивали по местному радио, звонили. Да как вы можете с Александром Менем? Это такой человек, эрудит, там, энциклопедист. Все правильно. Вы не можете. А я могу. Почему? Потому что вы на мертвого будете говорить. А я живым сижу, говорю. Вот почему. Только поэтому. И он-то не мог доказать то, что он говорил. Я ставлю вопросы, которые надо отвечать конкретно, четко и прямо. Духовные отцы должны вести людей ко Христу, а не за собой. Вот это беда. Нам пример это Христос. Не хотите ли вы меня оставить? Он говорил в словах, которые разрушали его авторитет. У меня это очень часто. Человек прямо изъясняется в любви. Я так вас люблю. Мне это не надо. Если ты любишь Христа, будем любить друг друга. Христа не любишь, мы уже заранее не друзья. И весь сказ. И поэтому на короткое время приезжающие вопросы, которые задают. Ну, интересно, да, мы были там, говорили. Но не более того. У меня никогда это не оказывало никакого действия. Я видел, нашел соратника. А что говорит? Я иду за Христом. Ты чего, я буду ломаться там? Теперь я ему вопросы задаю. Он задает мне. Все. А вот как вы думаете, старчество, оно же не с самого зарождения христианства появилось. Это вот явление в России. И вот оптинские старцы, ну, будем говорить, это еще до революции, там, при царе. И современные старцы, как-то они отличаются? Отличаются очень сильно. Об этом говорит Патриарх, об этом говорит Осипов все. Люди буквально сдурели с этими отцами Анатолиями, как вот этот остров Бавла Лунгина с Мамоновым. Это люди не знают пути Господня. Они ищут, где как прилепиться и, ну, свою волю отдать. А поп обещает ему Царство Небесное, не имея никакого права. А дальше грозит чуть-чуть не так, я тебя лишу причастия. Причастием играет. Ну, это не у нас, это в Японии тысячу лет назад. Вот и все. Этим играть не надо. Священник нуждается в нашей помощи, в молитвенной помощи, в совете, материальном, может быть. Поэтому к нему надо относиться как к достойному служителю Божию, но не лебезить. Разговаривать, как сын прилично разговаривает с отцом, с почтением всяческим, ну и прочее. Я вот сколько нынче проехали, священников сколько встречались, первый раз, вот их трое, только приехали в Томсково, трое священников сразу собрались, трое. Я с ними разговариваю, я вижу, какое их отношение. То ли они друг другу что-то шепчут, или как говорят. Вот все такие, как будто бы они в первый класс семинария сдают экзамены. Вопросы тебе задают, и у меня все это на микрофон записано. И интересно, с одним говорили, я говорю, вы приветы передаете. А он тогда улыбнулся, говорит, да я хорошо знаю, брата Иакима был вместе с ним, матушку знаю. Видимо, он успел им сказать. Чтобы вот такое зазирательное отношение было, но нынче я не встретил. А это 240 пунктов все-таки, нигде. Первая наша встреча с ними, ну в первую очередь, с каким товаром я являюсь. Это 38 книг, конечно, это очень. Очень действует на них. И даже епископа ни одного не встретили. Я заочно только знаю, где были, могли встретиться. Так что за духовниками никогда не гонялся. Но каждому желаю иметь руководителя духовного. Вот я вслух говорю слова, которые не говорят люди. Я говорю, если мы не будем вот это делать, мы выродимся в секту. Не будет священника. Да в секту выродить. Да потому мы не выродимся, что я про это говорю. Который говорит, в ада нет, ада нет, ада нет. Это он людей толкает в ад, в ад, в ад. Там в аду больше всего людей, которые отрицали ад. Это всем понятно. Поэтому я говорю о сектантах, думаю, как бы самим не оказаться там. А вы тоже сектант. Ну для православных, может быть, я тоже как сектант. Но меня это мало интересует. Я причащаюсь. Таис, вот прошлое воскресенье я причащенник был. Я готовлюсь к посту. Я в любом православном храме, любой патриархии причащусь. Я незапрещенный, неотлученный, совершенно свободный. Вот нынче был у отца Кирилла. Это там храм Берстеневка, там метров 300 от храма Христа Спасителя. Он стихарь на меня сразу дали, благословили, и я стою уже на проповеди. Хотя я сказал, больше проповедовать не буду. Но тут экстраординарная обстановка. И требует таких же экстраординарных мер. Как жена одному Эрвиху говорила. Ну вот так. Спаси Христос! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Аминь!